МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встрелся старшиня Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Новушенцы оценивают якость страу. У Гомеля реализуется пилотный проект по оптимизации школьного харчавания. А зараз обгад меньшим, больш подробязным. Сегодня прошло первое посаджение Гомельской областной комиссии по референдуме. Нагадаем, у ее состав обрано 11 человек, которые вылучены политическими партиями, громадскими объединениями и группами граждан. Первое посаджение комиссии по референдуме можно назвать организационным. Головное питание – парадку дня, а брание старшине. Одноголосно им затвердженный Алексей Неверов, який узначаливая областное объединение профсоюзов. В разные часы он был членом и старшиней областной выборчей комиссии, а тому мая великий опыт по проведению электоральных кампаний. Я бы хотел всех вас изначально при начале работы нашей комиссии поздравить с избранием областной избирательной комиссии и в большей степени поздравить тех членов комиссии, которые будут работать в нашей комиссии впервые. Пожелайте им успехов, опыта. Ну и как бы напомнить и вам, и нам всем, что самое главное в нашей комиссии провести ее на высокоорганизационном, это политическое событие, на высокоорганизационном уровне и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому желаю всем успеха и хорошей работы сегодня и в дальнейшем. На первом посяжении комиссии по референдуме обраны так само наместник старшины и затвердженный график дежурства у членов комиссии. Завертаться можно по адресе Гомельский облаконкам, проспект Ленина, 2, кабинет 212. Телефоны 33 43 15 и 33 43 01. Дорога отдать свой голос на референдуме по проекте Конституции беларусы смогут до терминова. Час с 10 до 14 и с 16 до 19 годин за вторка по субботу. Основный день голосования у неделю 27 лютого. На референдум выносится питание, ци принимаете в изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь. Рашение, принятое республиканским референдумом, уступает усилу празд 10 дней после его офицейного опубликования. И оно заявляется неодъемной часткой Конституции. Рогачоу у режиме «Прауды» у рамках проведения осветницкого проекта на пярыды дни отбылась сустреча по изменениях и дополнениях у Конституцию. Спикер – старшиня Беларуського союза журналистов Андрей Кривошеев. Об чим ишла размова. Далее в сюжете. У листопаде минулого года стартовал осветницкий проект у режиме «Прауды» – инициатива Беларуського товариства «Веды». За гэтый час пройшли сустречы у разных регионных краины. Спикерами выступали политики, громадские дейчи и представники Конституцииной комиссии. Наступная кропка на карте – Рогачоу. Конституция, как основной закон, затрагивает не только наши политические и гражданские права, но и социальные права. Она закладывает новый формат взаимоотношений государственной власти и гражданского общества. Государственной власти, общества и политических партий. Поэтому для нас принципиально важно именно в режиме «Правды». То есть честно, искренне говорить с людьми, выслушивать их предложения, обсуждать эти предложения. Мы не останавливаем нашу работу, потому что очень многие предложения, и об этом говорит наш опыт проведения таких дискуссий, они могут быть реализованы не в Конституции, а в том большом количестве нормативных актов, законов и указов, которые последуют после, я надеюсь, принятия Конституции на общенациональном республиканском референдуме. Жахары отзначают важность и необходность таких сустреч, тем больше, что основный закон краины датычатся кожного. У яким громадстве будут жить наши дети – выбирать нам. Сведомая громадянская позиция дозволит зарабить кроку будущению. Я новоиспеченный гражданин, можно сказать, Республики Беларусь. Мы недавно получили гражданство по указу президента, наверняка все это знают. Ну а теперь мы, как полноценные граждане, имеем возможность прийти, в обсуждение попасть, во-первых, этого вопроса, по вопросу изменения Конституции. Пойдем обязательно, выразим свою гражданскую позицию, обязательно проголосуем. Растет поколение, они молодые, политически грамотные, экономически подковные. Поэтому нужно слышать, видеть, все это ложить на бумагу. Дальше продвигать, продвигать нашим депутатам в наших законах. И вот спасибо президенту, что и референдум по инициативе его вовремя, я считаю, потому что это актуально. Время диктует свои требования. Не надо отставаться от, назовем в кавычках, там, супер-демократических стран. Мы свою демократию будем выставить. С начала существования суверенной страны социальная и экономическая трансформация проходила успехово. По передней изменению Конституции свечать об вздольности политической системы, отвечать потребам часу. Во умовах гибридной войны санкции вельми важно захавать нашу краину для будущих поколений. Марина Васильева, Игорь Марышенко, телерадио и компания «Гомель», Драгачева. Китай утопит гандлевых партнеров Гомельской области. Сувязи с этой страной умоцовываются с каждым годом. Сегодня были подписаны черговые погоднения о супрацовнестве с провинцией Хэбэй. Сустреча с партнерами прошла в формате онлайн-конференции. Наш регион за последние три года повеличил экспорт товаров в Китай в 20 разов. Основные позиции – целлюлоза, лесоматериалы, мясомолочная продукция, шоколад. Сирот поставщиков на первых местах – мелковито, Спартак, Гомельские и Жлобинские мясокомбинаты, а так само – Светлогорский ЦКК. Дарыш именавито со Светлогорским районом и китайским городом Ба-1 было подписано одно из сегодняшних погоднений об шматвекторном супрацовнестве. Гомельская область, так же, как и Республика Беларусь, видит китайские регионы в качестве стратегических партнеров. Каждое дополнительное соглашение – это прорыв в будущее в китайских взаимоотношениях. Мы рассчитываем на то, что экспорт нашей продукции будет расти так же кратно, как и в предыдущие годы. Вучиться николе не поздно и никому не будет лишним. В подтверждении этого в Гомеле стартовал уникальный проект под дополнительным научением керавников предприятий, который находится в областный союз наймальников. Удельничать в эдукационной программе выказали жадание каля трех десятков директоров. Теоретичную базу для учебы подрихтовали в Техническом университете имя Сухого. Марина Северьянова доведилась, чего ждут проекты организаторы и удельники. Анализ в творчестве, кадровое питание, особенности закупок, навык выпрацовка стрессоустойливости. Программа глубокая, насыщенная и сучасная. Предусмотрен и форсайт на тематику, как совершенствовать экономику своего предприятия, как улучшить конкурентоспособность своего предприятия. То есть для наших руководителей, я думаю, будет очень полезно и очень интересно. Учиться директоры буйных предприятий региона будут целый год, а потом отримают посвящение о повышении квалификации. Но в делу проекте не деля этого, а знакомиться с новыми подыходами при кировании предприятиями – потреба часу. Эффективность работы любой структуры залежит и от профессионализма керевника. Меняется постоянно время, оно очень быстротечно. Меняется постоянно ситуация и на рынке, и на предприятии, и даже в жизни. Мы стареем, не молодеем, к сожалению. И какие-то навыки утрачиваются, какие-то не оттачиваются. Помимо того, что мы общаемся здесь друг с другом, с коллегами и узнаем что-то новое, то хотелось бы еще, чтобы специалисты на уровне преподавателей или каких-то бизнес-тренеров помогли нам еще раз посмотреть на себя изнутри или со стороны своих коллег и раскрыть тот потенциал, который, может быть, еще не до конца был раскрыт у нас. Тех университетами Асухога занимается подрихтовкой кадров для промысловости. И, працующей над эдукационными программами, появилась идея створить проект не для резервового состава керевництва, а для сегодняшнего. У нас есть молодые промышленники Гомеля, вот Гомельщинный клуб, да. Смотрели программу эту, сказали, ну слушайте, интересно было бы послушать и директорам предприятий. Я скажу, мне интересно это послушать с большим удовольствием. И поэтому вот этот вот проект, который сегодня будет стартовать, ну, на мой взгляд, он очень уникальный, с позиции, что всегда мы обращаем внимание на свои кадры, но интересно повышать квалификацию и нужно повышать квалификацию руководящему составу в том числе, чтобы держать руку на пульсе и, как говорится, быть в тренде событий. Среди отделников проекта Гомельщинный клуб, Гомельщинный клуб, Спартак и другие бойные вытворности, которые выходят в областный союз наймальников. Усяго им наличивается 70 предприемств. С каждым годом их количество увеличивается. Марина Северьянова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Летость гомельские мытники конфисковали у 14 разов больше наркотичных и психотропных речевов, чем у 2020 года. Такая информация была огучена подчас подведения выников работы ведомства. На жаль, покуль назвать у всех перевозчиков добросумленными нельга. Только в минулом году завершены администрационные процессы по больше как в 2700 справах. Узбуджены около 50 криминальных справ, конфискованы больше как 7 килограммов наркотичных и психотропных речевов. Управлены на совершенствование методов таможенного оформления, проведения таможенного контроля, создание безбарьерной следы для бизнеса, повышение внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь и субъектов хозяйствования. Так, за 2021 год на 1 рубль вложенный в таможенные органы гомельской таможни был получен доход в размере 70 рублей. Зараз у пункте «Новая Рудня» мытники почали выполнение некоторых функций пограничной службы, относенных до особ, которые занимаются международной перевозкой грузов. У приватности яны могут самостоятельно ожицевлять пашпортный контроль, что скорочает термин проходжения державной границы. С 1 лютого в Беларуси повеличиваются померы допомоги по доглядю детяте во взросле до 3 годов. Темп росту с лютого складе омаль 109% в сравнении со студенем бегущего года и 114% с лютым 2021 года, означали в Министерстве працы и социальной обороны. Помер допомоги на первое дитя складе омаль 540 рублев, на другое и наступных – каля 617 рублев. На дитя инвалида – практически 694 рубли. По меры допомоги по доглядю детяте во взросле до 3 годов пераличиваются двойче у год – с 1 лютого и 1 жнивня. Отповедно, новые суммы допомоги будут денежать по 31 липень уключна. У Гомеля реализуется пилотный проект по оптимизации школьного охарчевания. Его сутность в том, что наученцы оценивают якость страв. По выниках о пытанне будет складена рецептура, которую пропонуют для выкорастания во всех научальных установах в области. До пытання о здоровых охарчевания звернулся и Комитет Державного контроля Гомельщины. Якую ежу пропонуют школьникам и чему утвораются охарчевые отходы, доведались наши корреспонденты. У Комитета Державного контроля Гомельской области пытаний якостного школьного охарчевания у центра уваги не первый год. А тому тут не только добро ведают теснуючие проблемы, а и шляхи их выращения. Хоть перед принятием решения у Комитета вы решили еще раз выслухать думки у всех затекавленных Баку. У решки – размовы, где об здоровье детей. Все-таки имеют место факты нарушения технологии приготовления блюд. Рационы питания учащихся не отличаются разнообразием. В меню не вводятся новые блюда и ряд других недоработок. На коллегии мы сегодня собрали всех причастных. Хотим в таком расширенном кругу обсудить, куда нам двигаться дальше, какие принимать меры по совершенствованию питания. Сярод проблем по организации якостного школьного охарчевания – недохоп с оправды профессийных кадров. На рынку послуг кухары сегодня вельмы запотребованные. Комбинаты школьного охарчевания по узровне зарплат конкурировать с приватным сектором, пока не могут. И еще одно питание – разностаенность страв. Зараз у 21-й Гомельской средней школе реализуется пилотный проект, когда наученцы оценивают якость пропонуемой ежи. После его завершения наибольшь популярные стравы будут рекомендованы для приготовления во всех средних научных установах Гомеля. Проводится пилотный проект по изучению вкусовых предпочтений учащихся школьного меню. Мы сегодня хотим узнать, что же все-таки ребенок выберет в своем школьном меню. Эта работа проделывается для того, чтобы минимизировать пищевые отходы и рационально использовать бюджетные средства, направленные на организацию питания учащихся. Гэта саправды цікавый эксперимент. Кожный наученец оценивает якость харчевания про сголосование специальными фишками. Червоное – незадовольнение. Зеленое – оценка на 10 баллов. Нам нравится многое, но многое также и не нравится. Нам очень нравится наш эксперимент в нашей школе. Мы узнаем новое блюдо, пробуем их на вкус. Мне нравится то, что каждый день что-то новое дается, и потом за это ты просто голосуешь и смотрится, нравится тебе это или нет. Выники проекта будут подведены наприконцы соковика после закончения третьей школьной четверти. Головная мета – школьное харчевание повинно быть корыстным для здоровья. При этом не выключается махчимость звертания до так званого свободного выбора, когда школьникам пропонуются одразу неколькие страв на их густ. Такий эксперимент на Гомельщине ранее проводился. Теперь до этой практики вероятно звернутся снова. Мы в любом случае должны придерживаться все-таки принципа здорового питания, так как большинство родителей детям очень часто в домашних условиях предлагают быстрые углеводы и так называемый фастфуд. А в школе хотелось бы сохранить здоровое питание. Поэтому даже если мы будем переходить на какую-то систему выбора, оба блюда должны соответствовать все-таки здоровому питанию. Все пропоновые, которые были выказаны на посещении коллегии Комитета Державного контроля Гомельской области, будут проанализованы и при необходимости реализованы на практике. Школьное харчевание повинно быть качественным, безопасным для здоровья, но при этом экономично обгрунтованным. Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». Это и другие новые информации о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершено. Всего доброго. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. У черного копателя из Гомеля изъят боевой арсенал. На 41-летнего рабочего вышли оперативники по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Мужчина хранил дома в гараже и на даче оружие и боеприпасы, которые он нашел во время незаконных раскопок в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Поехали с друзьями отдохнуть на родительскую дачу и чуть не погибли на пожаре. Возгорание в доме Рудня-Горбовичской Калинковичского района произошло предположительно из-за неосторожного обращения с огнем. В доме на момент возгорания находился сын хозяйки дачи с друзьями. Все самостоятельно вышли на улицу до приезда спасателей. После осмотра работниками скорой медицинской помощи сыны хозяйки 2001 года рождения с диагнозом отравления продуктами горения положили в больницу. Находившиеся в гостях друзья не пострадали. Пожар ликвидировали спасатели. Огонь повредил один квадратный метр потолочного перекрытия и имущество в комнате. На пожаре в Реческом районе погибла женщина. 24 января в 6.56 спасателям поступило сообщение о возгорании дома в деревне Первомайск. По прибытию к месту вызова кровлю полностью охватил огонь. Происходило интенсивное горение внутри дома. Хозяин 1967 года рождения, не работающий, проживал сожительницей. Мужчина самостоятельно покинул горячий дом до прибытия спасателей. При проведении разведки на полу в негорящей комнате работники МЧС обнаружили тело сожительницы 1958 года рождения. Пожар ликвидировали. Рассматриваем версии причины – неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках проверки в отношении погибшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение эфира «Беларусь-4 Гомель» – спортивное обозрение в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Подведены итоги прошедшей семидневки чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. В пятерку недели вошли два представителя Гомельской области. Лучшим вратарем был признан Александр Самойлов из Металурга. Лучшим защитником стал Михаил Ковалев из хоккейного клуба «Гомель». Рыси за два матча позволили соперникам забросить лишь одну шайбу. Здорово поработали как защитники, так и вратари. Также были выбраны топ-7 голов в этой неделе. Эффектный булит Евгения Григоренко в матче с Гродненским Неманом был признан пятым голом недели. Продолжим хоккейную тему. Состоялся очередной тур чемпионата Беларуси в высшей лиге. В этом туре вторая команда «Гомеля» отправлялась на выезд к Березинскому Соболю. Увы, Рыси ничего не смогли противопоставить лидирующей в дивизионе команде. «Гомель» отлично провел стартовый отрезок и повел в счете 4-1. Однако после березинская команда смогла перехватить инициативу. Последнюю 20-ти минутку Соболь выиграл со счетом 5-1, что и стало определяющим. Итоговый счет 8-5 в пользу местной команды. Соболь лидирует в высшей лиге «Гомель-2» на четвертой строке. В матче 12-го тура чемпионата Беларуси по волейболу в очном противостоянии сошлись два претендента на медали. «Гомельская энергия» на своем паркете принимала «Минский строитель». Местной команде удалось навязать свою игру лидеру чемпионата. Подопечные Романа Оплевича оставили за собой все три сета. 25-23, 25-17, 25-23. Итог встречи не изменил турнирного положения. «Энергия» третья, «Строитель» первый. Однако у идущего вторым «Шахтера» одна игра в запасе. Футбольный клуб «Гомель» продолжает активную подготовку к новому сезону. 26 января в 17.00 на газоне гомельского футбольного манежа «Зелено-белые» померяются силами с Могилевским Днепром. На этом все. Следите за развитием спортивной жизни региона на нашем канале. Для вас работал Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова